В далёком 2001 году вышла самая первая часть серии фильмов про Гарри Поттера. Разработка фильма началась ещё в 1997 году. Продюсер Дэвид Хэйман изначально хотел запустить в производство экранизацию какой-то популярной детской книги. И его первым выбором был «Огр под лестницей» Дианы Уинн Джонс. Но позже он передумал и решил снять Гарри Поттера. Рейтинги фильма были весьма высокие, и популярность тогда просто зашкаливала. В итоге всего было снято аж 8 частей. Последняя вышла в 2011 году. Главные герои фильма, можно сказать, взрослели на наших глазах. И сегодня на канале мы расскажем вам, как сложилась судьба главных героев, чем они занимаются сейчас, и... Немного личную жизнь, конечно, тоже затронем. Дэниел Рэдклифф Дэниел Рэдклифф исполнил самую главную роль – роль Гарри Поттера. На момент начала съёмок актёру было всего 11 лет. Но, тем не менее, этот фильм не был его кинодебютом. До этого он уже снялся в эпизодической роли в политическом триллере «Портной из Панамы» и драме «Дэвид Копперфилд». Что интересно, режиссёр Крис Коламбус настаивал на том, что эту роль должен был исполнять Лиам Эйкене, с которым он уже успел поработать. Но мать книг про Гарри Поттера, Джоан Роулинг, требовала, чтобы все исполнители главных ролей были британцами. Поэтому Эйкен не подошёл. Дэниел сейчас, конечно же, повзрослел, возмужал, отрастил бороду и стал более брутальным. Он по-прежнему снимается в кино, практически раз в год выходит фильм с его участием. Но, честно для меня, фильмы не очень. Ранняя слава и деньги принесли актёру не только радость, но и проблемы. Парень пристрастился к выпивке. Его часто ловили папарацци в нетрезвом виде. Но актёр позже всё-таки поборол дурную привычку. В личной жизни Рэдклиффа тоже полный порядок. С 2012 года он находится в отношениях с американской актрисой Эрин Дарк. Вместе они уже 14 лет, но свадьбу до сих пор так и не сыграли. Зато в прошлом, 2023 году, у них родился сын Аарон Рэдклифф. Немного интересных фактов. В книгах несколько раз подчёркивается, что глаза у Гарри Поттера зелёные, а у Дэниела Рэдклиффа голубые глаза, и он даже пробовал носить линзы. Но от них началось раздражение, так что затею пришлось оставить. В свободное от работы время Дэниел пишет стихи под псевдонимом Джейкоб Гершун. К тому же он увлечён хип-хопом и нередко выступает перед публикой в роли рэп-исполнителя. Кроме этого, оказывается, актёр заядлый курильщик, и за пагубную привычку коллеги дали ему прозвище Гарри Пыхтетель от слова «пыхтеть». На сегодняшний день ему 34 года. Эмма Уотсон Эмма Уотсон исполнила роль Гермионы Грейнджер. Джон Роулинг утвердила Эмму Уотсон на роль Гермионы после первой же кинопробы. Однако продюсеры и режиссёр не были так уверены в её кандидатуре, и в итоге ей пришлось проходить кастинг аж восемь раз. Эмма сейчас снимается довольно редко. Как говорит она сама, взяла творческую паузу. С 2019 года она появилась лишь в одной короткометражке «Парадокс Прады». А сейчас на стадии производства находится фильм Наполеона Бетси. На её счету сейчас 26 сыгранных ролей в фильмах и сериалах. Цифра небольшая. Выбирая сценарий проекта, Уотсон руководствуется одним правилом. Её привлекают фильмы, которые ставят именитые режиссёры. Главным в искусстве актриса считает только личность. В 2023 году красавица поступила на курс писательского мастерства в Оксфорд на заочную форму обучения. В свои 33 года она ещё не была ни разу официально замужем, но романов с известными мужчинами было много. Последний роман у неё был с сыном олигарха Брэндоном Грином, но в 2023 году они расстались. В свободное время девушка любит кататься на лошадях и пробует заниматься серфингом. Также у неё есть свой бизнес. Вместе со своим братом Алексом запустила производство джина. Дело в том, что родители Эммы много лет назад владели собственным виноградником в Бургундии, и она с братом часто приезжала во Францию на каникулы и следила за тем, как собирают виноград. Так и зародился этот бизнес. Кстати, вроде довольно прибыльный, так что ей уже можно и не сниматься. Руперт Гринт Руперт Гринт исполнил роль рыжего парня Рона Уизли. В одном интервью Гринт рассказывает, что у него после этой роли практически произошло раздвоение личности. Он настолько вжился в роль своего героя Рона, настолько стал с ним одним целым, что до сих пор не может отойти. Для людей вы становитесь просто одним целым с вашим персонажем. Это очень странно и пугающе, но я не помню о другой жизни. Я не помню себя до роли Рона. На счету актёра сейчас 30 сыгранных ролей в различных проектах. Но все они, кроме Гарри Поттера, малоизвестны. Руперта довольно редко зовут в крутые фильмы, но зато он ещё работает ведущим на радиошоу и на общественном телевидении BBC, где озвучивает мультфильмы и документальные фильмы. Также Гринт пробовал свои силы и в музыке. Он записал несколько песен и потом забросил это дело. Уже более 10 лет актёр находится в отношениях с актрисой Джорджей Грум. В 2020 году у них родилась дочка Уэнсдэй. Актёр признался, что его мечта делать один-два актёрских проекта в год и в остальное время заниматься всякими отцовскими вещами или рукоделием. На сегодняшний день ему 35 лет. Совсем уже взрослый. Робби Колтрейн Робби Колтрейн исполнил в фильме роль Хагрида. Актёра, как уже чуть больше года, нет с нами. 14 октября 2022 года он умер. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Робби с 2019 года передвигался на инвалидном кресле из-за болезни под названием остеоартрит. Кроме этого, у него был ещё диабет. Актёру было 72 года. А вот актёр Ричард Гриффитс, исполнитель роли Вернона Дурсля, умер ещё раньше. В 2013 году у него начались проблемы с сердцем. Ему сделали операцию, однако из-за осложнений его сердце не выдержало и 28 марта 2013 года остановилось. Ему было всего 65 лет. А на сегодня у нас всё, ребята. Кому понравился выпуск, ставьте лайки и пишите свои комментарии под видео. Это будет лучшая мотивация для нас. Да, и подписывайтесь на наш канал, кто ещё не подписан. И про колокольчик вы все прекрасно знаете. Всех обнял! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!